Не плачь, не плачь, всё хорошо, не плачь. Это лемур и какая-то ещё штука. Это, знаете, чисто проблема 21-летних людей. Привет, ребят, опять меня по-прежнему зовут Дарья. Сегодня меня не будет в руках укулели, потому что это новые моменты жизни. Да, я решила не ждать конца октября, чтобы выпускать моменты жизни за август, поэтому я сразу пым-пым друг за другом пускаю. Кстати, на этой неделе, кто ещё не смотрел, вышли моменты жизни за июль. Обязательно посмотрите, очень смешно. Но сегодня также будет смешно, также интересно, также потрясающе и незабываемо. Ну а перед началом этого ролика я хочу напомнить, что у меня есть цель собрать 100 тысяч подписчиков на канале. Осталось прям вот совсем крохотулечку, прям чуть-чуть. Если тебе понравится этот видос, то можешь поставить там лайк, прокомментировать. И самое главное подписаться, мне будет очень сильно приятно. Ну а сейчас садись поудобнее, бери что-нибудь типа хрумчать, пожевать и погнали смотреть! Моменты жизни Прикиньте, кто приехал мне в гости в Челны тут. Вот это вот мадам, лук свой, расскажи, покажи. Штанцы стали больше на размер точно. Так, это все йога твоя. Давай рассказывай, что нового. Да ничего нового, приехала. Тут атмосфера татарская, прям пахнет татарией. Татарией пахнет. Пахнет домом, прям вот приятно так вот. Вообще красоте. Не плачь, не плачь, все хорошо, не плачь. Ах, маршрут как души. Да, автобусов нет. Съездила в деревню, мады прядки все прополола. Выкроила себе два дня, я просто так, я все взялась в заботах. Все хорошо. Все эй-бет. Хорошо, эй-бет. К нам в Челны заглянул на питерское чекуле. Семесес. Семесес? И чтобы приготовить оладьи, которые в паркете. Что еще расскажешь, давай. Не, не скучаешь. Скучаешь по мне, не скучаешь. Да не то, чтобы скучаю, этот хомяков твоих кармит просто неохота. Ага. А так, ну типа, ну тихо дома, а без Саши вообще мы с Машей просто челлаут. Челлаут. Вы посмотрите, Саша, ты какой у нас красивый, джинсовки теперь сидеть. Ну давай, рассказывай, что в Челнах зовут. То есть, ты не смешаешь, что мы втроем в Челнах? Я к бабушке приехала. Она к бабушке приехала, а ты? Огород поливать. Огород поливать. Зато мы съездили без нее два раза в этот... В Токсово. Есть чем гордиться в Токсово. Я ведь... Классно? Нет, там реально классно. Блин, мне не нравится. Саша возникает, говорит, мне не нравится. Саша все равно... Закребала. Все равно ночь, ты ему не нравится. Ну что, Саша, ты доволен? Нет. Так, что у нас тебе? Меликолепно. Мизин. Верри битушок. А, ты же английский не знаешь. Я ничего не знаю, комиссий. Давай, а что ты там заказал? Лазанни в аллее. Ну давай, как тебе в Челнах? Что делаешь? Я, кстати, целый день в Челнах просто просыпаюсь, смотрю сериалы. Я, кстати, сериал нашел классный. Какой? Академия... Маги в Чародеев. Это аниме? Нет. Ель, знаешь, заметь, пока мы тут... Он такой бережно ухожен сидит, побритый, но в чистой одежде. Что будет, когда мы все приедем обратно в Питер? Мы свиньи. Мы решили после дачи сгонять. А, всегда, как было из старой времена, сходить и покататься на летучем Голландии. Это вот такая вот штука. Вот так вот решили плотненько поужинать и покататься на Тошниловке. А что, он закрыт? Тут открытый свет горит. А подожди, нет, Саша, закрытый свет. Не покатались на вальсе. Ай, что, я деньги заплатила, не помолвался. Ты наша кувшинка, давай. Ну вот они, что-то там катятся. Ой, нет. Я даже смотрю, у меня уже само тошнит. Или ты жива? Жива. Домой вылить, не знаю. Ну как тебе, как тебе? Балдежь. Он что-то кре... Ой, я слышу вот это поворачиваться. Юля! Он говорит, Юля! Пойдемте быстрее на это делать. Мы покатались. Я всегда... Вот я вот... Покажи, покажи, как я сидела. А что ты на вальсе-то не пошла? Я вот так вот сидела. Это правда. Не, реально, мне зашло. Она так медленно катала. Я думаю, жестко будет, вообще жестко будет. Я просто поела очень вкусный грибной суп. Ну что, Юлечка, как едешь? Куда едешь? Глаза с лишним. Как ты едешь? Это она поднимается на победе. На победе. Это моя билета, смотри лайк. Смотри лайк. Смотри лайк. Вот это наши любимые челны. Ничего не видно. Как будто в бане. Какой-то сильный. Юля, мы пропустили высоту пика. Дыши с снов. Город, который покинули мы. Наши челны. Наши челны. Как, Даша, мы пик пропустили. Пик. Вот край. Покатались мы, значит, на вот этом вот колесе обозрения. Мне вообще не зашло. Мы заплатили за это 200 рублей прогон. Дороговато. Дороговато. Мы думали, что челны прям будут как на ладошке, но нифига вообще. Видно только соседние дома и все. Я ставлю такое, ребята, это того денег не стоит. 200 рублей. Моменты в жизни. Давай. Давай. Все дела откладывать нам готовы. Дальний дщик может успеяться. Проходить оправдание в санкастон. А потом все крутится, пертится. Подождите, быстренько. Расскажи нашим подписчикам, как ты поживаешь, что делаешь? Ой, всем привет. А это будет влог? Да это момента жизни. Ой, момент. Моменты жизни. Мы подписываем. Я Рекерпыч. Подписываемся на канал. Нажимаем на колокольчик. Ну, успел, что я, написать, альбом успел, записать фит. С кем? Давай, рассказывай. Не спасал меня герой. Твоё оружие слова. Ты не полезешь. Это певица Дакуга, которая такая вот... Клёво. Ты с ней записал фит? Да, у нас с ней будет скрапья. Что за песня? Песня, которая называется или Север, или Круг. Я пока еще не знаю. Ты еще не знаешь? Я еще не знаю, да. Ну, когда это уже выйдет, а вы уже ее все послушаете... Кусочек-то нам спой, чтобы мы понимали, от чего я толкнулся. Она по-другому звучит вообще. Кто на север, кто на юг, Володь замыкает круг, Подо льдами не растаю я. Кто на север, кто на юг, Посмотри, замкнулся круг В этом адском пламени. Какая прелесть. Ты представляешь, что? Да, сам написал эту песню. Писал ее по дороге, наверное, же ничего, на Казани. Серьезно? Да, я написал ее за 15 минут. Хит, шлягеры были, ты понимаешь? Все хиты пишутся за 15 минут, девочки. Если у вас не пишутся, то это не хит. Ну, сейчас тебе еще одну песню спою, Свою любимую, я ее тоже написал еще на Кране. Песня карантинная. Да, Шуля, мы пришли перерабатывать мусор, выкидывать. В общем, выкидываем мусор. Мы с Машей поддерживаем тебя в своих начинаниях. Я, конечно, не знаю, правильно мы делаем это или нет вообще. Вы настроились? Ну, то услышали. Всем нашим встречам работники, увы суждены. Просну. Ветер фигарит, ребята, я вам не завидую. Извините ваши уши. Сегодня я проснулась. Почти улыбнул, почти в 6 утра. Потому что мы сейчас с Алиной приехали на набережную снимать видос. Опять с ней даже в будние выходные всегда с ней. Вот неразлучные два попугайчика. Сегодня будем... Нет, надо объяснить. Надо объяснить факт, что сегодня в Челнах прям такая реально осенняя погодка. Вот реально сентябрь, ты чувствуешь? И именно эту погоду, именно это время Алина выбрала, чтобы снять видос. Песочек мокрый. Погода не летная, но она считает по-другому. Вот она что-то там делает. Все с собой. Смотрите, у нее сегодня будет... У меня даже зонтик с собой на случай того, если будет дождик. Да нет, реально мужик купается. Прикиньте, сейчас мы пришли, никого нет. Один рыбачит, другой купает. Он, наверное, морж. Он, наверное, какой-то странный. Время 8 утра, время суббота. Он закаляется. Вот это, я понимаю, зарядка. Ой, работает. Что-то снимает тут. Вот девчонки у нас тут. Спасать ей молебу. Ну что, ребята, что тут новое? Вот потанцевали, они поплясали. Пошли вот снимать. Одна, она пошла мыть, скупаться. Посмотри на нее, посмотри. Проститутка. О, эротик. Дорога, блин. Паш, мы не потянем. Мы богатым. Изящный, Саша. Носочки. Все это заслевали. Мне должен бокал. Ладно, хотя бы мыть не надо. Маша такая грациозная. Да, посмотрите. Достаточно грациозная. На самом деле, я поняла такую вещь, что пока я нахожусь в Челнах, ребята, в Питере, я стала очень мало снимать для моментов жизни. Я просто не знаю, насколько выйдут сентябрьские моменты жизни и за август. Потому что для меня это вообще загадка. С толком я ничего не снимала. Так вот, а что я где снимаю, спросите? Я веду сейчас свой инстаграмм Даша Кирпич. Обязательно подписывайтесь, там интересные вещи рассказываю. Подготавливаю к своей взрослой жизни, закадриваю. Чем я обычно занимаюсь, рассказываю про свой день. В общем, интересно, правда, понаблюдать со стороны. Подписывайтесь на мой инстаграмм Даша Кирпич. И там в полном размере. Потому что не все в моменты жизни попадает, на самом деле. А вот в инстаграме прям реальная жизнь. Поэтому подпишись. Не, постоянно рубрика обновления моей жизни. Что на этот раз нового, Дарья? Расскажи нам, да? В чем у меня нового? Теперь футболка от Флайт. Тот же черный. У меня, кстати, я поняла, что у меня 4 черных футболки. Все с разным принтом. Сегодня могу вам рассказать, что у меня опять появилась новая укулеле. На нее есть целый видос на канале. Он уже вышел, обязательно посмотри. Намного лучше звучит. Мне кажется, что скоро каждый месяц момента в жизни будет у меня постоянно какая-то новая укулеле. Но, надеюсь, этого не произойдет, потому что я не смогу на всех играть. И у меня не такой большой репертуар песенной игры на укулеле. Как я уже смеюсь, новый месяц, новая укулеле. Блин, западель. Буга, давай-ка, ага. Сегодня мы снимаем просто опять видосы для девчонок. На этой тростной локации новый день, новое солнце. Сегодня реквизита немерено. Красиво прокатиться. Не так красиво, конечно. Буквально секунда будет. А что ты так снимаешь? Это для сторис ты снимаешь? Спасибо, что ты мне напомнила. Несколько кадров в запоре. Давай, расскажи, что вообще происходит. Пробую фантолу. Прикольная штука? Прикольная, но сладкая. Но она как жвачка такая баба. Много сахара, сахар много, вредно, вредно. А то для реквизита чисто. Только для реквизита. То есть и пытается проехать все. Сиску включить, а? А я не знаю, где телефон. А, вот у меня в руках, да? Я под носки легче не буду кататься. А ты до этого нормально не могла прокататься, да? Что-то они там делают несколько дублей, жвачку не могут нормально пожевать. Это мы еще не танцевали. А, мы же еще не танцевали. Вот вы, наверное, подумали, что у нас в этот раз будет одна локация, но нифига. Мы приехали опять к колене в студию наклеивать татухи, девчонки, и ехать в другую локацию. Просто ложь провокации. Это настоящие татуировки. Мы пошли бить настоящие татуировки. Наклеивать настоящие татуировки. Вот очень милые ручки. Типа набила, типа модная, типа взрослая. Ну, видите, что, лучше мама разрешила? Типа мама разрешила. Воду сильно не тратим, на тебя она по счетчику как-то. В общем, сейчас мы снимаем видос с девчонками. Мы приехали в закрытую парковку, чтобы это все снимать. В закрытой парковке. Это уже вторая парковка, мы на первую не смогли попасть, потому что ее закрыли только для посетителей и для жильцов. Вот, сейчас приехали на вторую, снимаем локация бомбическая, реально. И все, красота пахнет, дудо пиццей. Они продолжают снимать дрыганье жопы, но выглядит это очень круто. Я не продрыганю жопу. Да, конечно, пошли. Друзья, у нас, видимо, пошел тренд. Короче, на обрезание волос. Вот сейчас мы будем встречать Маше волосы. И по просьбе Даши, еще раз идем в лес. Ну, мы как бы и так сходили бы в этот лес, потому что очень красиво. Мы воссоединяемся с природой. У нас, оказывается, рядом с домом тут есть, ну, вот прям, типа, как бы наш дом. И вот тут вот лес. Сейчас покажу красоте. Вообще нереально. Еще хотела сказать. Мы, короче, как-то, ну, просто начально забрелись с Машей позавчера сюда. И был еще очень красивый закат. Прям вообще. Было очень красиво. И прям вот как в этих диснеевских мультиках. Тут еще такие фиолетовые цветочки красивые росли. И прям, я не знаю. Я просто деревенский человек. И мне прям вот это все по душе. Я прям обожаю. Я бы сюда ходила каждый день. Ну, вообще. Маша, как тебе? Замечательно. Very beautiful, amazing. А это вон местные эти. Байкеры. Что-то они остановились у меня. Слышь, нет, они байкеры, как их. Моча мая, но, господи, вы не увидели, что я их снимаю. Короче, мы с Машей нашли малину. Мы уже забили место. Вон там ростки я вижу. Маша нашла все. Мы забили место. Мы будем здесь малину собирать. Да, и потом горит варенье. Да. Найдем еще там. Маша говорит, где-то там яблони растут. Вот, значит, яблоки тоже у нас будут. Вот даже... Ну, что-то как-то это... Вот такие у нас просторы. Прям за этим. Господи, небо сегодня красивое. Мне по-голубое. А еще вот, что у нас наши люди творят. Вы посмотрите на это, как не стыдно. Вот так делать нельзя. Вообще, на удивление, после дождя даже тут нет комаров. Тут есть мостик, вы прикиньте. А мы через, знаете, вот просто сейчас гениально. Здесь был прекрасный мостик вообще. Он прям хороший, добротный. Мы шли по той вон канаве. Не знаю, как это называется. Яма. Просто... Пипец, Маш. Мы с Машей подумали, что здесь будет идеально просто снимать сумерки. Вы просто посмотрите атмосферу. Там где-то стоит Белла и Эдвард. И Эдвард там летает. И, короче, он такой говорит, Белла, ты мой личный сорт героина. И она такая, я знаю, кто ты, кровосисик. И прям вообще, я думаю, идеально. Вот сумерки снимали здесь. Причина нам тут оставила послание. Тут под березовой, говорит Маша. Наверное. А то сейчас это скажут, подписчики, типа, вообще не разбираются. Поэтому я говорю, Маша, чтобы на меня ничего. Вот так вот опень посреди дороги встал, под березовой, говорит. Мы нашли грибочки. Ой. Я не знаю. Это не опята, скорее всего. Это не опята, но и как бы ладно. Кстати, хорошая идея. Ты даже знаешь, чем Маша предложила? Маша говорит, давай мы их похаваем, у нас будут галлюцинации. Это как в фильме, это Чук и Гек. Помнишь? Это лемур и какая-то еще штука. Я не знаю, кто это. Маша, ну-ка встань. Мама, сфоткала? Сфоткала. Короче, мы уже достаточно давно, долго идем. Прошли очень много красивых мест. И вот сейчас мы выходим, как бы уже, ну, собираемся выйти в город, но я не знаю, пройдем, потому что мы уже очень давно идем по этой тропинке. И нам также очень далеко еще идти по этой тропинке. Мы даже не знаем, куда мы выйдем. Типа, не хочу хвастаться. Вышли мы не на ленту. И хорошо. Далеко, вперед, улет не надо будет домой. Вот. Вышли. Живы, здоровы. Покусали комары Машу. Меня не кусали. Короче, мы решили не таскаться с пакетом и оставить его. О, смотри, его никто не забрал. Короче, мы решили здесь оставить пакет около мусорки. Ну, не выкидывать же его. Позже таскаться не в пакет. Моменты жизни. Уже совсем скоро заканчивается август. И я вот начинаю уже собирать этот материал. И понимаю, что не так много их событий-то произошло. Потому что полмесяца у нас шел с Алиной проект, который называется «Новичок на 100 баллов». Он выйдет на канале. Если что, если он уже вышел, то вот появилась подсказка. Если ее еще нет, то, значит, соответственно, и видео нет. В общем, суть. Что мы там делали? Этот проект мы задумали для Инстаграма. Если вы не подписаны на мой Инстаграм, по-любому вы пропустили. Я специально для таких, как вы, сделала актуально. Зайдите, посмотрите, что там было. Но суть этого проекта была в том, чтобы я за две недели пришла, по крайней мере, попыталась перейти на правильную, здоровую тропу жизни. На ЗОЖ, ПП. И у нас были как раз такие условия, чтобы я там определенную цифру скинула. Или иначе Алина покрасила свои волосы синий цвет. Подробные видосы, конечно же, все загружено на YouTube. Ну, а пока вы можете посмотреть, как прошла моя первая тренировка. Скажи сразу, я не умею отжиматься. Три, четыре. А, вот просто держи. О, как хорошо идет. Черт, я-то забыли. И, и, молодец. Вот. И голова, получается, остается внизу всегда. И давай, я тебя верю, давай, давай. Ручки около грудной клетки. Поднимаем корпус. Плечики сзади собираем. Отлично, макушкой тянемся назад. Отлично, как дела? Блин, я забыла обо всем. Я не знаю, тянется везде. Назад, возвращаемся обратно. Пять, шесть, семь, девять, двадцать. Когда ты подходишь, у меня тут напрягается. Шесть. Сейчас будет чуть-чуть посложнее задание. Поднимайся только с круглой спиной. А, это ко мне. Ну, прикольно, прикольно, да, прикольно, да. Ну, где, где, где? Я не понимаю, тянется везде. Давай, давай, давай. Да нет, все хорошо, просто нехорошо. Нет, вот так, вот так. Поняла? Жопой так. И вот так. Поднимаем. И ловим. А, это другой, да? Так. Так. Вы представляете, она опять ко мне пришла в гости. Вилюсики от Каргелина Риблева. И опять... Я в такой одежде, ты меня вообще снимала для влога. Нет. Но я в таких джинсах точно была. Если что, у меня много джинсов, это просто совпадение. Давай. Опять пришла ко мне и говорит, давай танец, тикток танцуем. Я первый раз вижу танец. Давай. Почему не устрану? Это... О, я знаю, это в тиктоке. В общем, ребятня, мы сходили прогуляться с девчонками. И каким-то образом получилось так, что я еду в Казань к ним в гости на новоселье. К нам в гости на новоселье. Хочу танец покажу. Не надо. А у меня целый вечер уже с этим танцем закалёвывает. И мы приедем, мы пойдём гулять на Баумена, естественно, по кольцу покатаемся. Знаешь, как будто кольцо езжа по России. Да, мы погуляем, перекушиваемся на Бон. На Бон. Что ещё? Поболтаем. Поболтаем. Все слухи расскажем, все сплетни. Короче, хочу вам рассказать одну историю. Вчера иду вечером домой. Время уже было полдесятого. И я хочу спуститься в подземку. А всегда около подземки там собираются бабульки. И зимой, и летом одним цветом они там сидят и продают свои там ватчалки, носки. Вот сейчас у нас дачный сезон. Соответственно, они всякие овощи и фрукты продают. Так вот, время полдесятого. Стоит там одна бабулька. Никого уже нет. Я такая подхожу к этой подземке. И я слышу, купите что-нибудь. И я вот зачем-то повернулась своей великодушной душой. Повернулась к ней, подошла. Говорит, вот тут вот сливы, есть шиповник, морковка. Я думаю, блин, а куда мне это девать? У меня же и так всё типа есть. Я говорю, а что, почему тут у вас этот слив? Говорит, ну вот, а там за восемьдесят. Там, знаете, этот, три-четыре килограмма, такая небольшая ведёрка. И вот каким-то боком, я не знаю зачем, говорю, давайте я у вас возьму сливу. И в итоге у меня сейчас это сливы три килограмма, сейчас покажу даже. Вот, итого у меня целый мешок вот этой сливы. Куда одевать, вообще не знаю, фиг знает. Может отдать в амулете. Я написала уже в инстаграме. У меня написали очень много рецептов там, типа, сделай варенье, компот, пирог. А я не умею пользоваться вот этой духовкой, тем более она не совсем работает. Вот, увидите, не до конца закрывается. И вот, я не знаю, что теперь делать с этой сливой. Это, знаете, чисто проблема двадцати однолетних людей. Вот, куда одевать четыре килограмма сливы? Ну, я думаю, отдам её мамулете, она сделает там свои закаташки. И мы будем все счастливы и рады. Не ведитесь на баболек. Вот мне всегда их так жалко. Они стоят, знаете, и в жару тридцатиградусную, и в град, и в снег. Они реально там сидят своими баулами. Блин, а прикиньте, вы знаете, вы не задумывались на такое вещи? А что, если эти бабульки, на самом деле, не те, за кого себя выдают? В плане, допустим, может, у этой бабульки там хорошая зарплата... Ой, зарплата, как это сказать? Стипендия? А что, пенсия? Вот, может, у них там пенсия хорошая. Или, может быть, у неё там какой-то свой бизнес есть. Мы же никогда не знаем. А мы идём со стороны, такие, ой, бедная бабочка. Куплю четыре килограмма сливы. Если тебе понравилось это видео, то можешь поставить свой лайк. Также не забудь написать в комментариях, какой момент тебе больше понравился. И вообще, расскажите, как у вас прошло лето. Мне будет интересно всё это почитать. Ну, а также напоминаю, что можете подписаться на меня в Инстаграме, Даша Кирпич, чтобы увидеть все закадровые вещи. Потому что очень много вещей, моменты жизни по каким-то тем или иным причинам не попадают. В Инстаграме, как всегда, всё с пылу с жару я выкладываю. Поэтому обязательно подпишись. А для тех, кто любит смотреть такой влоговый формат, и тем более мои моменты жизни, то на канале есть целый плейлист с ними за каждый месяц. Вот сейчас он появился где-то здесь. Посмотри на досуге. Ну, а меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока. Всем пока, пока. Всем привет. Аааа, комара, комара. Всем привет. И сегодня мы с Джосиком будем играть в игру Попадание Чипрома. Поехали. Попадание. Попадание. Всем пока, пока. Какой ужас.